Снова здравствуйте дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в христианском социальном центре «Новое время». Я отвечаю на этой неделе на вопросы, которые задавал видеооператор, но вы знаете, святое место пустым не бывает. И кто-то еще приходит. Сегодня я хочу познакомить вас с руководителем проекта «Лейлис». Это проект, который занимается с девушками. Посмотрите на нее, какая она красавица. Это Виктория Диченко. Она является руководителем этого проекта. Сегодня у меня будет с ней встреча по этому проекту, но в промежутке она решила задать также свой вопрос. Поэтому, Вика, ну что за вопрос интересует тебя и, наверное, еще кого-то? Здравствуйте. Пастор Андрей, хочу поинтересоваться, каким образом вы добиваетесь обязательности исполнения всех своих планов для того, чтобы достигнуть каждой цели в своей жизни? Спасибо. Это, конечно, вопрос из управления, сферы управления, но попробую ответить на этот вопрос. Смотри, Вика. На самом деле, все, есть одно такое выражение, что все, чем мы не управляем в нашей жизни, в какой-то момент времени, однажды, оно становится неуправляемым и впоследствии оно начинает управлять нами. Поэтому, исходя из этого принципа, можно выделить такую формулу. Формула про движение человека. Каждый человек в жизни, мы двигаемся от сегодняшнего дня к завтрашнему, но, к сожалению, у кого-то это движение, оно бывает реагрессивным, то есть он изменяет его в худшую свою жизнь или состояние жизни. У кого-то он бывает прогрессивным, у кого-то нулевым, просто он ничего не ставит, никаких целей. Но, если человек действительно хочет что-то сделать, то, в принципе, в своей жизни можно чему-то сделать, можно как-то это добиться. Поэтому, необходимо четыре составляющие. Первое, что необходимо, человеку, назовем это точкой А, каждому человеку необходимо понять, где он есть сегодня, он должен четко понимать, где он находится сегодня, что у него есть. Также, ему необходимо понять точку Б. Это та точка, в которую он стремится. Другими словами, можно сказать, это его цель. Ближайшая цель, дальнейшая цель, неважно. Также, ему необходимо понять время, временной промежуток, который необходим ему на осуществлении этой цели. И, затем, ему необходимо пошаговый план продвижения к этой цели. Если человек обладает этим набором четыре вещи, начальная точка, цель, к которой мы идем, временной промежуток и набор средств, если человек обладает четырьмя вот этими наборами, на самом деле, он может добиться любой цели. Но, самый главный секрет обязательности заключается в следующем. Вот эти пункты, вот эти пункты, которые здесь, они расшифрованы, их можно назвать простым словом, рутины. Что такое рутины? Это то, что необходимо делать регулярно. Например, если человек 10 лет не чистит зубы, но на 11, в конце 10 года он решил почистить себе зубы, знаешь, если даже он будет чистить их 3 часа, они все равно не станут чистыми. Зубной налет будет столь велик, настолько его будет много, что это невозможно будет вычистить. Поэтому простая рутина, ежедневная чистка зубов, которая занимает немного времени, она экономит деньги и средства, которые человек может потратить на зубных врачей. Она экономит его боли, недосыпанные ночи, она экономит много-много разных факторов. Поэтому, что необходимо, что делаю я лично в своей жизни? Я разбил движение к цели, которую необходимо достигать. Эта цель может быть духовная, эта цель может быть семья, эта цель может быть обучение или воспитание своего ребенка. Я разбил на небольшие рутины, которые я стараюсь делать каждый раз. Например, в воспитании моего ребенка есть очень важный, один из немаловажных факторов, у меня сын, к примеру, это время провождения со своим сыном, качественно. И вы знаете, есть масса разных способов, рутин, которые я делаю, но одна из рутин мне подсказала мой сын, он однажды спросил, пап, я хочу вместе с тобой смотреть мультфильм. И вы знаете, как ни странно, каждую субботу мы в своей семье, несмотря ни на что, мы с ребенком вместе садимся, мы смотрим мультфильм, или какой-то интересный фильм, который выходит, и мы потом разбираем, мы с ним вносим какие-то уроки, мы размышляем, мы думаем об этом, мы ложимся, мы в одной комнате вместе с ним спим. Вы знаете, эта рутина, скажу вам, она не всегда удобна для меня, но я понимаю, что сегодня, возможно, я не увижу результата быстрого, но я знаю, что точно, когда моему сыну в 19-20 лет ему захочется что-то делать, ему захочется, ему необходимо будет, он со мной пообщается прежде всего, но для того, чтобы достигнуть этой цели, я понимаю, что я иду к этой цели, я понимаю, что каждый из таких субботних вечеров, он важен для моего ребенка, он важен для моего сына. Меня натолкнуло на эту мысль еще в вопросе воспитания детей, сказать, однажды один мой друг в Америке, он рассказал интересную историю, когда ему было 11-12 лет, он увлекся мотоциклами, гоночными машинами, и интересно, он говорил, что каждую субботу, воскресенье, у него в гараже был мотоцикл, он лежал под ним, он разбирал этот мотоцикл, и он сказал, он мне сказал одну фразу такую, знаешь, кто лежал рядом со мной всегда после этого мотоцикла? Я говорю, Том, мой папа. Сегодня, когда ему, на тот момент, когда мы говорили, ему уже было за 20 лет, и он сказал, сегодня, когда в моей жизни наступают какие-то кризисы, периоды, какие-то вопросы, какие-то, может быть, вещи, которые я знаю, что неправильно делать, я никогда не стесняюсь и не стыжусь разговаривать со своим отцом. Он сказал, что таким образом, вот этими постоянными регулярными действиями мой отец приблизил эту цель, он сделал так, чтобы это было возможно. Поэтому для того, чтобы никогда не сдаваться, нужно, во-первых, всегда держать в поле зрения свою цель, и затем создать рутины, которые будут не так нагружать вас, но постоянство выполнения этих рутин создает целую систему, комплексную систему продвижения к вашей цели. Если что-то у меня получается добиться, то, наверное, в принципе, это. Я это понял однажды, также, когда я писал книгу, я понял, что для того, чтобы написать книгу из 100 страниц, не нужно закрывать себя на 2-3-4 недели и сидеть и писать ее ночами. Всего лишь нужно писать по одной-две страницы в неделю. Вы знаете, и за отпуск я написал простую книгу об управлении своей жизнью, о том, как каждый человек может построить свою жизнь, может выстроить свою жизнь правильно. Поэтому, вот, в принципе, так это происходит. Ну, большое спасибо за вопрос. Я знаю, что раз вопрос тебя этот волнует, то обязательно ваш проект, ladies, он обязательно состоится. Потому что я знаю, что у вас есть потрясающая цель, вы работаете с девушками. И я хочу сказать тебе, я знаю тебя, может быть, кто-то не знает, познакомилась с Викторией, является еще у нас одним из ведущих консультантов косметической компании Givenchy. Она не понаслышке знает, что такое красота. Она сама выглядит великолепно, она потрясающая жена, она замечательный человек, и она уникальный лидер. Она выглядит очень скромно и стеснительно, но внутри нее дремлет потрясающий человек. И она его высвобождает каждый раз, когда она прикасается к жизням людей, которые для нее не безразличны, девушек. Поэтому, дорогие девушки, мы ждем вас, вы узнаете, как быть красивой, вы узнаете, как секреты каких-то особенностей косметических компаний и так далее и тому подобное. А также вы узнаете самое главное, как же быть прекрасной, чтобы красота ваша шла изнутри. И вы будете всегда любимы, и вы будете всегда желанны, и вы будете всегда потрясающи. Поэтому спасибо большое, Вика. Спасибо вам, Паста.